Семейные разногласия, бытовые и жилищные вопросы. На приеме у депутата с самыми острыми проблемами. В семье отверительных шестеро детей, младший ребенок инвалид. Пожар в выходнокомнатной квартире усугубил и без того непростые жилищные условия. Это короткое замыкание. Телевизор пошел. Однокомнатная квартира. Вся комната сгорела, все мебель, вещи и так далее. А как вы там живете? Мы там живем, там жить невозможно. Это случилось 6 дней назад. Мы еще не разобрали. Пока погорельцев поддерживают социальные службы. Разбираться с квадратными метрами решили совместно с местными органами власти. А вот помочь в просьбе Ирины Меркуловой о помиловании ее супруга можно только через прокуратуру. Мы посылаем в генпрокуратуру на предмет проверить законность решения суда. Понимаете? Мы дожидаемся с вами. Если прокуратура говорит, мы типа впрягаемся и начинаем разматывать историю. Уже хоть что-то, хоть какая-то надежда. Дальше прокуратура нам говорит, вы знаете, законность подлинная. Тогда пишите, не пишите, ничего не будет. Криминальное прошлое 20-летней давности обернулось лишением свободы. Шесть детей, религиозная деятельность и раскаяние не смогли повлиять на приговор. Безысходной кажется и ситуацией у жителей поселка большие веземы. Мы заложники законодательства. Охранные зоны, там нельзя строить новые объекты капитального строительства. И мы несколько лет бились, можно сказать, за то, чтобы учли все наши пожелания и просьбы остаться в родном микрорайоне. Изменили зоны охраны и режим их использования. И администрация писала, и директор музея к нам присоединялся, Рязанов Александр Михайлович. Он свое мнение высказывал в пользу того, чтобы сохранить многоквартирные дома. На данный момент вопрос не решен. Дома находятся в аварийном состоянии. Строительство новых объектов на этой территории запрещено. Жители устали оббивать пороги. Просят депутата о помощи. Не первый раз к жилищным вопросам обращается и ветеран Великой Отечественной войны Надежда Пономаренко. Со всех точек зрения, по закону, она как бы не имеет на это права. У нее есть жилплощадь, у ее дочери есть жилплощадь, только на коммерческой основе. Но глядя на нее, на ее медали и понимая, через что она прошла, я все-таки думаю, что неужели нет возможности. Их не так много у нас осталось. Помощь ветеранам Великой Отечественной, защита детей и материнства, улучшение жилищных условий для многодетных семей. Такие вопросы необходимо прорабатывать детально, считает депутат. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.